Греция впервые после 2010 года выходит из программ внешней помощи. Кризис ударил по малым и средним предприятиям, составляющим основу экономики страны. По данным Конфедерации торговли и предпринимательства Греции, за это время закрылись более 240 тысяч компаний, почти миллион человек остались без работы. В строительном секторе в период с 2008 по 2012 год исчезли свыше 150 тысяч рабочих мест. Христос Лусис занимается производством конструкции стекла. Подсчётом, кризис обошёлся ему в полтора миллиона евро. «В 2012 году мне пришлось уволить 22 человека из 26, которые у меня работали до подписания меморандума международной помощи. И не только я, другие компании сделали то же самое. И мы не покончили с собой только потому, что нас что-то удерживало. Скорее всего, наши дети». Несмотря на проблемы, Христос пытался внедрить новые идеи, но у людей попросту не было денег, чтобы покупать его продукцию, а банки не выдавали ему кредит на развитие экспорта. «Я всё ещё не встал на ноги. Я всего лишь выживаю. У меня двое детей, их нужно поддерживать». Но во время кризиса появились и новые компании. Никас Курис открыл в центре Афин гастрономический бутик, куда многие туристы приходят за самыми лучшими традиционными греческими продуктами. Свой бизнес он начал в интернете, а первый магазин появился в 2016 году. В его планах сегодня расширение бизнеса в США. Один магазин в Нью-Йорке у него уже есть. «Да, нам приходится преодолевать всевозможные препятствия из-за жёстких налоговых условий и отчислений в государственные фонды. Но, с другой стороны, мы извлекаем выгоду из таких последствий кризиса, как снижение стоимости рабочей силы. Для нас важно, чтобы правительство боролось с безработицей, чтобы у людей появился доход, чтобы они могли тратить деньги. Но власти должны открыть для нас дополнительные возможности финансирования. Должна быть поддержка со стороны государства и банков». Президент Афинской торгово-промышленной палаты Константин Смихалос уверен, что бизнесу прежде всего нужна стабильность, которая создаёт идеальные условия для инвестиций. Нужно упростить все процедуры, сократить бюрократические препятствия, изменить систему налогообложения и, конечно же, необходимо как можно скорее продвинуться в вопросах программы приватизации, чтобы инвесторы увидели позитивные изменения и захотели вкладывать средства в развитие бизнеса в Греции. Но если не будут преобладать осторожность, согласованность действий и сотрудничество, то я боюсь, что эта страна будет делать шаг вперёд и три шага назад.